всем доброе утро 9 марта после праздничный рабочий у нас 8 утра стоим не доезжая кургана километров 30 до кольца так утренний обход вы видите тут рядом со мной mercedes стоял такую яму натопил не глушил что дал к так сугроб залез наверное тоже не глушил поэтому так и стал спать не мешать у меня этот мерин тоже молодцы усы не всю ночь когда до фонаря было тву 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 пока со сном проблем нет слава богу у нас минус четыре же тепло тут снежок идет небольшой ну в общем то так как бы все хорошо сейчас мы еще пойдем посмотрим какой тут нам завтрак пообещали что там будет за завтрак единственное что здесь интернета нет от слова совсем стоянки его просто нет зато тишина хорошо телефон этот не пиликает слава богу лег выспался никто не мешает сейчас он выйдем на дорогу интернет появится он и ждет с ума сходить ты дым ты дым туда-сюда ладно так вроде все тут у нас зыргут пойдем посмотрим чем нас тут так обещали накормить что мы до вечера кушать хотеть не будем понятно тапочках не пойдем оденем ботинки папа тапочка тут вокруг машинки можно пробежаться здесь площадка смотрю вообще большая как вариант можно использовать а потому что вот если ехать туда эти сибирские ворота мы будем проезжать покажу их там постоянно забивать там вечным битком все а здесь ну нет этого интернета да и хрен на него лица какая-то постояла дурки прачечные души баня и все тут есть и площадка огромнейшая и из-за бита ног я проснулся битком не было все пошли завтракать и будем двигаться тронется здесь под горочку получается пошла потеплела сейчас любом месте можешь шлифануть в общем короче каша рисовая отдают и чай к тарелка каши с маслом кусок масла такой хороший нормально вкусно это в комплекс еще блинчики с творогом добавил в общем-то получился прекрасный завтрак уже снимать не стал то что в людей было много почему бы и нет поле полетенцем 22 километра о началось совсем потеплела минус 3 о связь появляется Вот Идем дальше На Омск До выгрузки нам отсюда 3264 километра 31 до Кольца Курганского Там где Стелла стоит Депоз транспортный Ночью снежочек был С крыши сдувает Равнина Равнинные участки у нас пошли До Новосибирска у нас будет одна равнина Сегодня, завтра Будем идти по ровному Немножко расход уроним Надеюсь Если ветер не изменится Или кололёд какой не начнётся Потому что тут равнина и равнина А как начнёт с полей Наметать, да ещё при такой вот температуре Как минус 2, минус 3 Тут такой накат накатывается, что просто Ставь на коньки и всё Если ветер сзади, глуши машину И спать ложись на спальне Она сама будет катиться Киртовский район Вот ещё одна тут Перед Бурганом стоянка Вот по правой стороне Зауральский трактор и Сибирские ворота Они дальше Слева Мы сейчас сюда заедем У меня, вы видите Мистер Платон Говорит Найм Маней, ноу Маней Нету денег Деньги кончились В Москве ещё без 5.7 Начальство, естественно В такое раннее утро ещё Отдыхает Поэтому мы сейчас Заедем Встанем Отпишемся Мол, так и так Дальше двигаться мы не можем Нам нужно Изменение маршрута Перепроложить Нам нужно положить Денюшек Деловой Ну ты бы хоть повернуть бы дал Сзади калека уже за мной собралась Ладно Это до Кургана Не доезжай Тут километров Может 15 Встанем Постоим Подождём Что делать Под рамку попадёшь 5 рублей Есть хорошо Но эту стоянку Тоже забивают Зато здесь интернет 4G Сейчас глянул 4G валит Мы сейчас тут пока Будем денюжки ждать На Платон Все свои компьютерные дела Поподелаем Знаки интересные Да Федеральная дорога МОЗ 15 тонн Как так-то Все Поправили мы Финансовое положение Мещера Платона Вот он этот С левой стороны Я вам скажу Что тут стоянка справа Такая Тоже большая Там и сервис у них есть Вот куда я сейчас заезжал И автомагазин И всё Всё То есть Они как вот Дополнение к этому Зауральскому тракту Раньше назывался У нас тут Зауральский тракт Не очень большая стоянка Там намного больше Где я только что заезжал Хотя она тут не одна А вот Сибирские ворота Получается Раньше была только одна Вот это Сибирские ворота Потом ещё Зауральский тракт Достроили Расширили Ну вот та Которая была По-моему там В два раза больше Ну не в два раза больше По территории Как эти две Занимает Свободного места Короче едем мы дальше Стоять Не газовать Что-то тут у нас Ой Курган автобан Сильно не разгонишься Тут И всё Чё трещит Тормознул И его отъеду Метров сто У меня вперёд Назад Свергает Как это Не буду говорить Кто Братцы-армяне Далеко Вы забрались Курганское колечко Что тут Весовая не работает Судя по тому Что нас посылают Левее То не работает Транспортный контроль Судя по стоящим машинкам Он работает Готовьтесь через 800 метров Уехать на дорогу С круговым движением Весы точно не работают Вот закрытые Сломались Замёрзли 30 километров в час Казахи стоят На приёме Первый, первый Я второй Вот и сам Курган Нам него не надо Что-то опять Что ляпать Что не ляпать Что за вот это Понять бы что Это прикрутил бы намертво Используйте Второй съезд Что-то вот такое Противное такое Требежание Не знаю Субтитры подогнал «Симон» 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 В Европе на автобанах Субтитры подогнал «Симон» 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 Но у нас на том повороте, там у нас асфальт. О, какие тут тоже переметы. Макушинское кольцо. На нем нам нужно уходить налево. Прямо это на Казахстан. Налево это на Ишим. Но мы поедем прямо. Нет, через Казахстан мы, конечно, не пойдем. У нас нет теста на ковид. Это во-первых. Хотя мы так ездили по России. Ездили через Казахстан. Две границы приходилось проходить, но все ради топлива. Но мы... У нас немножко другая причина. Мы едем в Петухово. Поедем в гости. Товарищ тут к своему заедет. Давно не были к Андрюхе. Ненадолго, на пару часиков заедем, там, пообедать туда-сюда. В прошлый раз ехал. Занят был, работал. Не получалось у него. Обещал чем-то вкусным накормить. Повар над богом. Так что вот так. На Ишим вот туда, нам вот сюда. До Петухово здесь. Вот 46 километров до кольца. Но лишнику у нас получается, наверное, километров с 30 круг. Лишних проедем. Ничего страшного. Начальство дало добро. Поедем. Заедем к Андрюхе. Как раз уже время час, пока доедем. Как раз время обеденное. Это Петропавловска. Отсюда 140 километров. Это уже первый город такой крупный в Казахстане. Правильно, там Петухово получается сколько? 3,46 до кольца. И оттуда еще километров, наверное, 20-25 до границы. Успеем мы этот автобус обойти. Это легковой. Успели. Значит, на стекло он нам тут все заляпал. Вот, а так мы ездили, да. Ну, тогда было просто вот в Казахстане топливо дешевле. Мы заходили, можно сказать, пустыми баками на воздухе в Казахстан. До Петропавловска доезжали. В Петропавловске лили полные баки. И шли уже потом дальше. И выезжали туда на Исселькуль. И уже шли дальше туда на Сибирь. Ну, что-то считали, но экономия была знатная. Но была потеря понятного времени. Дайте, дайте, две границы нужно было пройти. Как таковых границ-то нет, но все равно пограничники-то все это. Если колейка, то это тоже время занимало. Но выигрывали в деньгах, в принципе. Фирма выигрывала, мы-то ничего не выигрывали. Вот, смотрите, какие тут переметы. Белим-белё. Вот, было такое, было. Но как-то оно недолго продолжалось. Что-то потом какие-то нюансы появились. То ли из-за того, что вот так транзит, там что-то какие-то вопросы. Ну, плюс еще штрафовку нужно было покупать там казахскую. Но все равно все это было выгодно. Потому что цена примерно, ну, где-то раза в два была дешевле казахского топлива с российским. Но потом почему-то перестали. Почему? Я не знаю. Но перестали. Что-то там, ну, короче, какие-то проблемы. Типа, что транзитом из России в Россию. И там, ну, короче, в общем-то какие-то заморочки. С казахской. Или с казахской, или с российской стороны начались. В общем, перестали мы так ездить. А так было. Вот. На этом тоже деньги экономились. Причем экономились. Ну, что-то врать не буду. Ну, что-то полный с полной заправки. То есть, если вот в России было полный пакет залезеностно, то же тут тонна 200 заправка было. И там, то что-то, ну, блин, я не могу точно, чтобы не соврать, не быть голословным, но что-то в районе 500 долларов что-то вот экономить. Ну, то есть, в два раза дешевле, считайте. Топливо было в Казахстане, чем в России. Но это было, правда, давноватенько. Оно и сейчас дешевле летнее. Зимнее дорогое всегда в Казахстане. Летнее дешевле. Как здесь весело. Сзади какая заверуха у нас. Да? Поднимаем. Погнали, кондрухи. Посмотрим, чем нас будет подчевать. Повар от бога. По-другому здесь нигде не развернешься, нигде не заедешь, нигде не станешь. Так что, ничего, мы тут слегка нарушили. Все. Входим сюда направо на чисто зелье. Время без 22. Спасибо, Андрюха. Спасибо за обед. Проедите 16 километров. Как всегда, жалко, что мало времени рыбкой укостил. Спасибо, Андрюха. С тобой интересно, у тебя весело. Было бы время побольше. Сейчас пойдем мимо медвежки. Летом мы здесь купались. Но надо ехать, надо ехать, надо ехать. Итак, сегодня с Платоном с этим немного время потерял. Сейчас тут, короче, ну, 2 часа, без 20, 20. Ой, без 20 сейчас 4. В час я начала второго приехал. Больше двух часов, короче. Простояли. Вот, сейчас все по катку будем ехать. Ну, ладно, тоже надо. Хорошему человеку приятно заехать. Нужно лишние километры проехать. Сейчас мы выйдем немножко. Я мы там пообъедем, которые по центральной дороге идут. И туда уже. Ближе к бердюжью мы выскочим на эту. Чисто зелье, по-моему, да. На эту, ну, на дорогу, на которой все ездят. Вон она, братцы, бежка. Соленая. Я только вот не это самое. Оно же, получается, что тоже замерзает зимой. Хоть и вода, хоть и соленая. Ну, да. Просто все же зависит от морозов. Ну, снега, конечно, Андрюха тоже удивляется, говорит, это. Снега, говорит, столько. Давно, говорит, столько не было у нас. Давно такого не припомним. Вообще в этом году зима. Везде учудила. Здесь дорога неразбитая. Движение здесь очень слабенькое. Ну, что, потихонечку доползем тут проехать на 40 километров. И все, и выскочим туда в Бердзюшке. И дальше на Ешим. Почапаем. Какие переметы здесь. Симпатичные. Вон она. Довелось летом купаться. Соленая, соленая. Оболнеет. Тут этот, ну, понятно, что ни рыбы там, ничего нет. Но какую-то хрень тут я не помню. Криль, не криль, как-то называется, это бывает. Говорит, весь выгребли уже отсюда с этого озера. Это шон вот. Ну, какой-то лечебный там, или что-то такое вот. Его как бы нельзя. Ну, короче, тут проконират. Слегка. Нехорошие люди. Вот. А так вот он, поворот на курорт озера Медвежье. Здесь вот направо поворачивается, и тут до него совсем недалеко. Ну, зимой там однозначно делать нечего. Тут еще так и подразбита была дорога. А здесь дальше все. Зимник, зимник пошел. На следующем повороте поверните направо. Ага, сейчас. Озеро Медвежье, 3 километра вот туда. Машка хочет, чтобы мы через Казахстан поехали. Говорит, так, ближе. Я говорю, понятно, что ближе. Но не пустят, Машунчик. Во-первых, теста на ковид нет. А во второй транзит запрещен. Поэтому никак нельзя. 32 километра. Вот 32 километра до дороги нам осталось. И все, и мы выскакиваем туда, где уже все будут ездить. О, смотрите, какой красавчик. О, какой красавец. Понятно, что они, как они там эти скакуны там, не сверхфирменные, но срано смотрятся просто. Сразу себе вспоминаю. Ой, любимое разрешение было. Два. Рыбу ловить и это. И коров пасти на лошадях. Все. Больше ничего не надо было. В том возрасте для полного счастья. Да, вот здесь поворотик-то у нас. Смотрите, какой интересный. Он крутой. На ветру. Продуваемым. Тут сплошной лед. Скользко. Потихоньку, не спеша. Вот еще один. Тоже надо. Как пятьсот, а. Судя по движняку, вон она, федералка. Здесь-то хорошо ехать. Никого. Три легкоушки и два трактора встретились. На всю дорогу. Но это мы еще сейчас в Курганской области. В Семенской области. Вот она скоро начнется. Сколько звезды перед уже я не помню. Ну, как бы не очень много. Берзужье указательно. 55 километров отсюда. Через 300 метров. Проверено тело права. Ки-30. На следующем повороте поверните направо. Вернусь направо. Давай повернем. Поверните направо. Пускание несется. Джейнти. Еще низко равник даже. У него уже сейчас низко равники, я не видел, что брали. Раньше так все машины, почти все. 80% парков были низко равнины. Все, выехали на федералку. Да, вот та, насколько та дорога лучше. Здесь вот начинается. Да, пердюшки нас малость потрясет. Ну, а дальше уже все будет хорошо. 48. До кольца. А тут лед. Если присмотреться внимательно. Какая коска, если резко подать. Да. Прокручиваем, шлифует. Скользко. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Не спеша. Успеем. Мишка тут прикольный. Чистозелье, да? Он стоит. Красавец такой. Молодцы. Чего придумали такой логотип. Красиво смотрится. Готовьтесь. Готовьтесь, как прием. Поворот. Через 800. Но уже фоткаться не пойду. Симпатяга. Михалыч такой. Еще бы вот дорогу сделали. Чистой. Зерский ли? Какой тут район? А, Чистозельский район. Была бы вообще лепота. С дорогой сложнее. Мишка дешевле. 49.35 Здесь топлива на Роснефти. Кстати, почти полтос. Там, наверное, уже... Ну, в Омске, наверное, будет чуть-чуть подешевле. А там так точно уже, наверное, за полтинник. Дальше на востоке. Маша все разворачивает. Все, говорит, все покороче дорогу ищет. Джинтик куда-то. Путь держит. Такая вторая колонна, наверное, по-моему. У них еще есть такие вот. Морда красная. Прицеп зеленый. Куда-то шлепает. Может, нам его обогнать? Как-то вроде как мы немножко веселее идем. Кого там нету. Давайте, наверное, обгоним. А может, уже и не Джинси. Ну, было Джинси. Может, сейчас другая какая контора. Московская. Тоже только номера московские. Но это бывшие Джинси. Но это бывшие Джинси. Но это бывшие машины. Может, и не они. Такие-то были давновато уже. По идее, уже давно должны были их все попродавать. Ямки, 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 ямки. Дорога побитая, ямки. Торопиться не надо. Ну, вот и Цюменская на горизонте. Да что ж такое? Это что-то будет? Не до такой же же степени плохая дорога, чтобы ехать 40 километров в час. Но не знаю, чем она здесь плохая. Такими темпами мы до Уську-то будем две недели ехать. Ну, нормальная дорога. Чего так медленно еду? Понятно, когда уже совсем яма в колено. Если я не ошибаюсь, это уже Цюменская область началась. Или вот-вот начнется. Перемётики, перемётики у нас продолжаются. Перемётики. Без них здесь никуда. Не знаю, до Омска добежи сегодня, не добежим. До Омска далековато еще. Но мы что-то бежим. Будем видеть, как там дальше дорога. Обстановка и так далее. Цюменскую вообще всю сделали. Ну, что тут ремонт был, я помню, в последний раз, когда я ехал. Это уже, видно, на новый асфальт положили. Всё. Только топи. Да, Цюменская область полностью вся от границы с Курганской. Ух ты, спайка. Ну, бывает, и тут, да, тоже бегают в Сибирь. Редко, но бегают. Полностью вся новая. Вот Курганская, да, там слегка подгулявшая получается. Даже не слегка, а довольно-таки хорошо подгулявшая. Берджужье, 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 и ШИМ-80. В принципе, и ШИМ-80, да сколько там это ШИМа до Омска? Км 300, наверное, да, еще? Может, и доедем сегодня до Омска? А может, и нет. Вообще не мешало бы, конечно. Ну, как-то совсем хиленько. А мы сейчас вот так посмотрим. Вот здесь раньше, как вспомнил. Ой, я беру, 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 беру. 19 километров. Ух ты, нифига, до Омска еще 420 километров надо. Еще до Омска прилично. Но я до Омска мы сегодня не доедем. На Крутильке, может, какой. А так-то вот этот участок, ой, как она тут была. Ой-ой-ой-ой-ой. Берджужские автобаны. Ой-ой-ой-ой-ой. 19 километров убийства. И что, вот уже сколько лет? Лет 5, наверное, ж уже. Могу ошибаться, но что-то в этом районе там плюс-минус. Уже здесь асфальт лежит. Это тоже было. Ой, катастрофа. Ой, катастрофа. Все, ищем у нас уже в сумерках. Еще чуть-чуть и стемнеет. Если Омское время считать, то уже пол... Чего? Полвосьмого. Вечера. Готовьтесь через 800 метров держаться. Как-то на нем до конца до верха добрызгивает. Вот, выходим сюда на эту дорогу. Тюмень. Омск. Тюмень налево, ну, соответственно, Омск направо. А Ишим справа остается у нас. Вот, а Омска еще 334 километра. Это, грубо говоря, еще часов 5 полета. Плюс пауза 6. Ну, гру... Я так грубо считаю. Нет, 5. 5 много. Ну, 4. 4 с половиной. Не, ну, 5 по этим дорогам. Ну, тут-то как бы дорога нормальная, но все равно 5 плюс пауза 6. Полвосьмого. Это мы где-то в районе Омска, только будем в районе часа ночи. Не, наверное, до Омска мы сегодня точно. Мы не поедем. Тут я смотрю, так ремонт и не закончился. Не ломайтесь. Будет нужно обращать здесь. Типфон 8, 919, 528, 90, 97. Каналик на Тюмень не поворачивай налево. Прямо пройди, на Газпроме развернись. Та-да. Могут наказать. Гадать не будем, будем ехать. Там как надоест, значит, на стоянку. Сейчас еще проедем пару часиков. Можно будет встать поужинать и уже потом ехать пока. Пока будет ехаться. А ужин, наверное, может даже в Аббатское заедем. В принципе. Там еще кое-какие интернетовские дела нужно сделать, поэтому там хоть интернет точно знает, что густ. А вот и результаты местного гололеда. Потому что здесь очень скользко. Вот тут, вот тут накатано. Ой, там вообще, там кабины нету просто. Там, наверное, еще и лобовое было столкновение. Ой-ой-ой, жуткое зрелище. Кабины просто нет. Она... Ну, ее нет. От нее только задняя стенка. Дай бог, чтобы это именно просто, что вырезали из того, чтобы достать человека. Что, дай бог, уже живой остался. Хотя там, судя по повреждениям, шансы невелики. Скользко. Вот здесь вот именно вот эти участки. Вот такой накат. Вроде бы и ровно, да. Все хорошо. Но тут накатано. Вот так это накатывается. Перевозка лошадок ездит очень медленно. Ну, очень медленно. Да, поедем в Цуколингу. Ой, в Абадское. Тормознемся. В магазин не пойдем. Ничего на магазине не надо. Пока, во всяком случае, остановимся там. Усанем. И уже оттуда поедем, чтобы... Все равно сейчас темнеет, поэтому... Становиться в Абадском еще, наверное, рановато. Поедем подальше, куда-нибудь заедем. Дедушка ходит. Денежку. Маршрут рассчитывается. Так, поедет или не поедет? Не поехала. И назад поехала. Назад чуть-чуть с горочки получается. Выезжаем с Абадского. Так, если мы спать будем ложиться по Омскому, то у нас уже 15 минут десятого. В следующем походе. Ну, куда-нибудь еще сегодня заедем. Так, слева, справа. Чтобы никого не подрезать. Подождем. Слева коллега далеко. На следующем повороте поверните налево. Абадская, Абадская. Последний крайний тюменский облот. Можно так сказать. Сейчас тут через Ишим, через речку, туда-сюда, наверх. Поднялись, а там уже и Омская область. И еще час добавляем. Да, уже будет плюс 3 к Москве. 84, это до Крутинки. Получается, там мы будем где-то в пол-одиннадцатом. Вот не знаю. Либо там в Крутинки становиться. Что-то я помню там стоял. Еще там интернет не понравился. В прошлом как-то раз я там был. А может дальше поехать. Доедем до туда, подумаем. Может сейчас проедем и еще ехать надоест. В принципе, сегодня проехали-то совсем. Фигня. Фигня. Крация включена. Ключена. Сейчас определимся. Все-таки сбегал в Абадского магазин. Вспомнил, у меня сахар кончился. Там осталось на две заварки. В Андрюхе был, забыл, что нужно этому. Спрашивал магазин надо, не надо. Я говорю, не надо ничего. Про сахар забыл совсем. А здесь самовар ставит. Я его бы. Сахара-то нет. Пришлось одеваться, обуваться и бежать. В тапочках уже не пойдешь. Оно хоть и минус 4, но снега здесь пополез. Здесь вот приют. Стоянка. Крутинки. Тормоза нажимаешь. Она как-то так не очень хочет останавливаться. Не, ну здесь-то вот уже перед цветов упоевая. И перед кольцом-то отсыпано. Еще чуть дальше. И все, и уже едет. Брун-брун-брун-брун. Болтается. Кое-что в проруби. Вот. Так вот, думал сюда. Потом что-то тут прикинул, что к чему. Ну как-то совсем не солидно. Не то, что не солидно, но совсем мало сегодня получилось. Проехали. Как бы время еще только 20 минут 11-го. Все-таки поедем до Красного Яра. Это еще где-то часть-ка полтора отсюда. Ну, может, чуть больше. Часа два. Плюс тут, ну, как бы через сплошную надо крутить на стоянку. Ну, все крутят. Не такая уж она тут и сплошная. Тут, в принципе, хотя с другой стороны можно и вот и с правой стороны встать. Здесь тоже, смотри, машины стоят. Кафе-церемок. А так этот приют, вот он. Здесь, конечно, огромнейшая стоянка. Просто огромнейшая. Вот она, с левой стороны. Вот. Уют-парк. Не приют. Уют-парк. Господи, приют. Уют-парк называется. И там площадка, там, я не знаю, там как аэродром. Там машин влазит, как в этом, как в Суетова. То же самое. Сотня, наверное, залезет. Какая сотня тут? Ну, в общем, очень много. Короче, проехали пока. Едем дальше. 45 на ДЦУ, Калинска. Ну и там еще. В килограмм 130, наверное, еще надо проехать. На сегодня. Что-то тут у нас впереди. Куча всяких мигалок. Правда, желтенького цвета. Дорожники, что ли. На повороте здесь. Что-то случилось. Плюс здесь скользко на этом повороте. А, дорожники тут что-то непонятки какие-то. А, наверное, кого-то доставали. Да, да, да. Маленькая улетела. Здесь вообще лед. Просто тупо лед. Все, вон, смотрите. Перестало только что моргать. Лед закончился. Вон, видите, мигает. Это говорит о том, что пробуксовывает. Здесь как раз поворот. Продуваемое место. Накатали. Все. Хоть на коньках катайся. Прям чуть ли не по туннелю и идешь. И, о, мое, еще и узко. Там поворотится, столько снега набело. Видите, что делается здесь? Красота. Все, этот волкойл. Это все, тут два километра внизу кольцо. Красный яр. Кольцы там, как всегда. Уже можно будку ставить. Стационарную. До ступоя. Стоя. Галки отсюда витые. Хорош на сегодня. 10 минут первого уже. Ну, с учетом того, что у нас еще час украли сегодня. Так что, так как еще было где-то с минут 12. Так, 10 минут первого. Завтра еще час украдут. Новосибирск уже плюс 4. Новосибирске и в области. Вот. Ну, поедем не на этот. Как-то тут пару раз ночевал с левой стороны стоянка. А поедем вот туда направо. На кольце. А это типа тоже ганечники стоят, да? Это мигалки ненастоящие. Войско сбунтовалось. Царь говорит, ненастоящий. Так, что тут у нас с тормозами? С тормозами у нас здесь все печально. Тормоза нажимаешь, она почему-то едет. Я просто боюсь, здесь с левой стороны там уже мест нет. Затем съездим, используем дровозъезд. Через 100 метров пересеките дорогу, скаловое движение, съездим. Там ее забивают. Ага, дровосековый лев, ну да. Ты дровосек, когда пропустил просто так, конечно. Слышите дорогу съезд. А мы вот сюда поедем. Может тут тоже уже мест нету, я не знаю. Готовьтесь к белому повороту, где есть 200 метров. Нет, здесь есть. Ни разу здесь еще не ночевал. Так как-то заезжал разочек. Чисто так, днем. Чтоб ночевать не доводилось. Нормально, хорошо, расчищено все. Это уже не маловажный. Вернее, это важнейший фактор. Хозяин идет. Тоже хорошо. Не надо ждать и бегать за ним. Добрый, подорожный. А сзади? Вольва белая, вижу. А, за ней сзади. А, все, я понял. Или проложить. Ну, в хвост, короче. Ну, да, есть там место, свободно. Ну, фост, значит, фост. Хорошо, вот, главное, что стоянка очищенная. Тут есть стоянки. Заедешь, и все. Так вот, видите, все, вот, тракторами видно, что все прочищено, расчищено, все. Приятно заезжать. Это заедешь, и потом буксуешь, буксуешь, снегу в колено. Так, аккуратненько, все, чин-чинарем, молодцы. С-очко. Да, С-440. Все красиво. И завтра мы поедем без проблем. Без проблем она тронется. Все. Закрываемся. Качает до сих пор машину. Будем спать. Продолжение следует...